Мы знаем формулу успеха. Между тем переносимся в Москву, где молодежная команда Рубина в четвертом туре первенства встречалась с ЦСКА. Рассказ о событиях этой встречи чуть позже, ну а пока поговорим о самом ярком и зрелищном в футболе – забитых мячах. Итак, в трех июльских встречах Российской футбольной премьер-лиги Рубин забил четырежды. Неплохо, конечно, но болельщики Рубина вправе были рассчитывать на большее, и их ожидания оправдались сполна. 11 точных ударов на любой вкус. Наши парни за август забили больше всех в лиге. Вот так вот тихой сапой, критикуемая многими дружина Курбана Бердыева, уверенно закрепилась на втором месте по результативности в лиге, уступая по этому показателю только единоличному лидеру турнира – питерскому «Зениту». Ну что же, давайте прямо сейчас посмотрим всю великолепную десятку августа, но и еще про один мяч, конечно, не забудем. Тут можно и со счета сбиться. Но предупреждаем заранее – определить лучший гол месяца на этот раз будет как никогда трудно. Но вы уж постарайтесь. Поехали! 6 августа основной состав «Рубина» отправился в столицу в гости к ЦСКА. Наши футболисты запрягали недолго, всего каких-то пару минут. А когда армейцы, наконец, очнулись от своего кошмарного сна, «Рубиновые» выигрывали уже с разницей в два мяча. Столь комфортный задел был сонтан уже к десятой минуте встречи. Причем оба раза заменявшего травмированного Игоря Кенфеева Илью Помазуна огорчил бразильский «Галеодор Рубина» Жонатас. В первом случае центр-форвард подкараулил отскочивший после не слишком уверенной игры голкипера мяч, а во втором очень хладнокровно пробил точно в ближний угол. Это победа! Однако всего через три дня Жонатас из настоящего героя превратился в антигероя матча с локомотивом. Бразилец получил две желтые карточки, заставив наших болельщиков серьезно понервничать за исход поединка с шедшими на тот момент без очковых потерь железнодорожников. И все-таки именно в Казани победная серия коллектива Юрия Семина прервалась. В середине второго тайма в ворота Лока был назначен пенальти за фолк против Рефата Жималединова. Дмитрий Баринов встретил нашего игрока борцовским приемом. Точка! Воспитание к локомотиву исполнил 11-метровый. Неуверенно Гильерме в прыжке едва не дотянулся до мяча. Однако гол есть гол. В Хабаровске Рубину пришлось весьма непросто. Сопернику удалось отличиться за 10 минут до финального свистка. Поэтому в запасе у нашей команды было совсем немного времени, чтобы уйти от поражения. Но парни проявили настоящий мужской характер и сумели спастись уже в компенсированное арбитром время. Вот как это было. Капитан Рубина Гегдениз Карадениз левый мастерски вырезал передачу к самой линии вратарской. Аккурат на голову вышедшему на замену полузащитнику Мию Цактышу, который уверенно воспользовался своим шансом. Хорват мощным ударом головой с нескольких метров буквально расстрелял ворота голкипера Хабаровчан Александра Добни. Фортуна будто вернула должок казанцам за упущенную в прошлом туре победу над «Локомотивом». Ну а теперь пришла пора поговорить о самом памятном матче в исполнении нашей команды из восьми сыгранных на данный момент в этом сезоне. Итак, 19 августа. Казань-Арена. Наш соперник – Махачкалинская Анжи с новым главным тренером Вадимом Скрипченко. Кто до стартового свистка мог предположить, что его дебют будет омрачен аж шестью пропущенными мчами? Вот это да! Просто невероятно! Итак, самое начало встречи. И вновь неудержим только-только от бывшей дисквалификацию Жонатас. Как и в игре с ЦСКА, бразильцу удался очень быстрый гол. Классно положил корпус и пробил в цель без лишних раздумий. Так-так, а что у нас дальше? Вот это чудо футбольной инженерии. Образцово-показательный парашютик от Гегдениза. Фантастика! Наслаждайтесь моментом. Наш капитан поборолся за мяч до конца. Увидел, что голкипер Махачкалинцев слишком далеко вышел из ворот. А дальше? Дальше браво, маэстро! Повторами можно наслаждаться до бесконечности. На подходе третий мяч. Теперь универсал Карадениз уже в роли ассистента. Выверенная до миллиметра передача на выбегающего из-за спин защитников кого? Ну, конечно, Жонатаса. Он, если и забивал за рубин в этом сезоне, то непременно стрелял дуплетами. 3-0 на исходе получаса игры. Чем не повод смахнуть пылинки с бутсы волшебника Гегдениза? 4-0 на исходе. Нет-нет, это никакое не издевательство над соперником. Просто приятный казанский вечерок. Максим Листьен получает мяч на фланге. Классно смещается в центр. Удобной передачи находит партнера. Ян Вилла из таких позиций не промахивается даже с закрытыми глазами. Тут есть время и подумать, и прицелиться точно в девятку, и даже выпить чашечку кофе. 5-0. Красота. Но Листьен справедливо подумал. Непорядок. Матч-то уже заканчивается, а я еще не забивал. Бельгийский полузащитник протащил его через пол поля, приложился слевой и установил окончательный счет в этой фантастически результативной игре. 6-0. 6-0. Победа над дебютантом Премьер-лиги Тосна стала отличным подарком к 65-летнему юбилею Курбана Бердыева. Рубин снова не пропустил, но в последней игре Августа не стал уничтожать соперника, довольствовавшись одним забитым мячом. Классика жанра. Передача из глубины. Караденис за мгновение разобрался в ситуации, а Максим Канунников исполнил как надо. Вратарь постарался максимально сократить угол обстрела, но это не помогло. Вот такой он последний календарный месяц лета. Время подвести итоги. Август получился для Рубина сочным и результативным. Наша команда забила 11 мячей на любой вкус, а беспроигрышная серия достигла 6 матчей в Премьер-лиге. Какой гол получился самым ярким на ваш взгляд? Если не можете определиться сходу, посмотрите этот видеоролик с самого начала еще раз и скорее голосуйте. Мы знаем формулу успеха.